Тяжёлые танки. Устрашающая сила в наступлении. С момента появления в 1941 году этим стальным гигантам предназначалась роль тарана, разрушающего линию обороны противника. Изобретение ядерного оружия серьёзно изменило требования к боевой технике. Какое будущее ожидало бронированных тяжеловесов в новых условиях ведения боя? С 1955 года в Советском Союзе начали разработку тяжёлых танков нового поколения. Машины должны были заменить легендарные, но технически устаревшие ИС-2, ИС-3, ИС-4 и Т-10. Историк Юрий Пашалок расскажет, какой из проектов вошёл в историю танкостроения как самый необычный и самый защищённый в мире тяжёлый танк. По теме нового тяжёлого танка предполагалось получить четыре машины. Из них три машины разрабатывались в Ленинграде и одна машина в Челябинске. Челябинск разрабатывал объект 770. Эта машина массы порядка 55 тонн. В Ленинграде разрабатывалась 277-я, 278-я машина КБ Кировского завода ЛКЗ. Отличались они только тем, что на 278-м объекте предполагалось установить газотурбинный двигатель. Ну и третья машина ленинградская – это объект 279. Эта машина предполагала с боевой массой порядка 60 тонн. Дополнительная масса, она за счёт непосредственно движителя и более толстой брони. Детище известного конструктора Льва Троянова и конструкторского бюро Жозефа Котина абсолютно не похоже на своих тяжёлых собратьев. Объект 279 напоминает скорее 11-метровую летающую тарелку со сплюснутой башней и резвостью Т-34. Футуристическая боевая машина при массе в 60 тонн достигала такой же скорости, что и самый популярный танк Второй мировой – 55 км в час. Почему именно такая форма корпуса на тот момент выбиралась? Опять-таки, тогда ещё не существовала динамической защиты, её ещё просто не изобрели. Тогда не существовала современной многослойной комбинированной брони ни на Западе, ни у нас. Ещё этого ничего не было. И, соответственно, кумулятивный снаряд достаточно эффективно пробивал литую броню любой прочности, расположенную под большими углами в том числе. Ну то есть либо нужно было брони очень много, и танк становился бы малоподвижным, перегруженным, либо нужно было как-то хитрить, располагать её под максимально острыми углами, чтобы, соответственно, кумулятивная струя пошла вдоль листа. То есть не пробила его атом, каверну сделала, и на этом дело окончилось. Вот, собственно, 279-й объект, и пытался этот вопрос закрыть. Инопланетным в 279-м оказался только внешний вид. Скомпонован танк был по классической схеме. Но задачи защиты и проходимость решены конструкторами нетривиально. Корпусы машин отличали советскую школу танкостроения от остальных. Для тех же немцев, американцев, англичан и французов был просто шок, когда они увидели ИС-3, машина, которая имела всего 46 боевых масс, тонн. Но при этом эта машина была защищённость такая, что её немецкая пушка ПАК-43 пробить просто не могла. В связи с большими лимитами на боевую массу появилась новая схема, новое слово в танкостроении — это корпуса с изменяемой толщиной брони. Это было возможно за счёт того, что корпуса и башни делались литыми. То есть имея корпус небольшой массы, мы получаем совершенно разную толщину брони, то есть она может быть и 50 миллиметров, и 40, а может быть и 300. Корпус 279-го — это 4 литых бронированных элемента, соединённых при помощи сварки. Сплюснутая башня с равномерной бронёй не оставляла тяжеловесу конкурентов в вопросе защиты. Спереди и по бокам установлены противокумулятивные экраны. Этот загнутый панцирь гарантировал объекту непоражаемость любыми известными на тот момент орудиями и с любого расстояния. Для сравнения, показатели защищённости у 279-го почти вдвое превосходят броню тяжёлого танка Т-10 и в пять раз — классического Т-34. Броня была просто запредельной. Лоб защищала 269 миллиметров брони. Башня была в 305 миллиметров по периметру броня данной машины. Это один из самых высоких показателей тяжёлых машин, в общем-то, даже в мире. Благодаря различным вот этим технологиям, то есть технологии переменной брони, достигавшейся литьём, толщина брони могла достигать до 300 миллиметров. При этом у инженеров, создававших этот танк, был жёсткий лимит — 60 тонн. Это, на самом деле, не так много, как может показаться. Тот же ИС-7 при схожих размерах имеет массу порядка 70 тонн, при этом толщина брони у него намного скромнее. При этом это танк, имеющий очень плотную компоновку. За счёт того, что там находится механизм заряжения, помогающий достичь расстрельности 130-мм пушку до пяти выстрелов в минуту. Это очень приличный показатель даже сейчас. Вооружение действительно под стать тяжеловесу. 130-мм пушка М-65 в качестве основного и 14,5-мм пулемёт Владимирова в качестве дополнительного с полуавтоматическим механизмом заряжения, механизированной боеукладкой и стереоскопическим прицелом. Но изюминка танка-пришельца кроется в ходовой части. На объекте 279 установлен четырёхгусеничный движитель. С каждой стороны встроено по шесть сдвоенных необрезиненных катков и по три поддерживающих ролика. Ведущее колесо расположилось сзади. Это вынужденное такое дизайнерское решение. Ну, во-первых, четыре гусеницы как идея 47-48 года прорабатывалось, дабы увеличить проходимость машины. Во-вторых, компоновка и внешний вид корпуса был, скажем так, технически решён для повышения брони и защищённости танка. По сути, на танке были применены оптимальные углы брони для отражения снарядов противника. Вот поэтому, как бы, данная машина выглядит довольно-таки странно. И не обочник. Американцы достаточно долго рисовали подобное, были у них проектные машины, но они исходили из нескольких иных концепций. Они разрабатывали не танк с четырьмя гусеничными лентами, расположенными поперёк, а с четырьмя расположенными попарно вдоль. Ну, то есть танк шарнирный, который обладал за счёт этого лучшей возможностью развернуться на местности и так далее, и так далее, большей проходимости именно с точки зрения не застрять, протиснуться там, где не пройдёт другая машина. Благодаря неординарному решению ходовой части, Объект 279 стал в буквальном смысле слова вооружённым бронированным вездеходом, способным передвигаться в условиях плохой проходимости, болот и высоких сугробов, проламывать оборону противника и действовать даже в случае ядерной зимы. К примеру можно сказать, что удельный вес на грунт машины составлял всего лишь 0,6 кг на сантиметр, что, по сути, повлекло за собой проходимость, равную проходимости лёгкого танка при весе данной машины. По месту взрывов через всё вот это вот перепаханное «мирным» в кавычках атомом поле должны были двигаться танковые части. В том числе и по сложным грунтам, возможно, по болотистым, возможно, по тундре, которая опять-таки под воздействием всего этого изрядно бы оттаяла, то есть проходимости обычных машин там могло бы не хватить. Экипаж тяжеловеса состоял из четырёх человек. Места командира, наводчика и заряжающего располагались в башне. Водитель-механик сидел по центру в передней части корпуса. Здесь же был и люк для входа в машину. Как и у очень многих советских танков, очень немного места для механика-водителя. То есть там себя нормально чувствует человек, только ростом порядка не более 170 сантиметров. И при этом этот танк, как и очень многие машины советской разработки, очень низкий. Например, английский «Канкерер» и массе немного меньше для 79-го объекта, имеет высоту по три метра. Здесь немногим более двух. То есть эта машина, в принципе, соответствует стандартам современных основных боевых танков. В 50-е мир, разделённый на два противоборствующих полюса, жил в ожидании новых военных конфликтов. Театром военных действий вполне могла стать Европа, а угрозой, которую сверхдержавы США и СССР собирались продемонстрировать друг другу — ядерное оружие. Задачей нового танка было не просто выстоять после удара, но и продолжить наступление в условиях заражения. В связи с этим отдельное внимание уделялось защите экипажа. Со второй половины 50-х годов нашелась работа по разработке системы противоатомной защиты. Естественно, ей был оснащён 279-й объект. Это и подбой, и наличие специальной системы, которая создавала в танке избыточное давление, что исключало возможность попадания отравленного воздуха внутрь машины. Экипаж, соответственно, гораздо меньше поражался радиоактивным излучением и мог длительное время воевать в том числе. Считалось проходить через эпицентр взрыва определённой мощности. Если недолго находиться, то, мол, можно. Это всё учитывалось. Происходил набор новых знаний, происходила их обработка, происходило построение теоретических выкладок, на основании которых уже делались наработки, которые позволили совершить следующий скачок. Ну, то есть это стандартная глиня. Подобное происходило в 30-е годы, перед началом Второй мировой, очень похожая всё появится. Отличался «Объект-279» и самым небольшим среди тяжёлых танков за броневым объёмом — всего 11,47 кубических метров, что скорее стало недостатком боевого вездехода. Также к минусам отнесли дорогое производство и абсолютную неповоротливость. Проходимость была на грани фантастики, но чтобы машину повернуть влево-право, необходимо было приложить колоссальные усилия, и это происходило очень крайне медленно. Четыре гусеницы приводили к тому, что происходило очень много поломок. Ну, скажем так, ряд конструктивных решений и конструкторских разработок были впоследствии использованы в следующем поколении танков. Но от идеи сверхтяжёлых танков Советский Союз отказался, причём окончательно. Некоторые считали, что виной тому увлечение генсекретаря Никиты Хрущёва ракетной программой. На деле же Объект 279, в своё время сместивший легенд парка тяжеловесов, так долго разрабатывался и улучшался, что перестал выдерживать конкуренцию со средними танками, появившимися в Союзе в конце 50-х — начале 60-х. Таким образом, уникальный Объект 279, собранный в количестве всего трёх единиц, так и остался лишь опытным образцом. И судьба данной машины, скажем так, экземпляров, завершилась тем, что их просто утилизировали, разобрали на металл. Сохранился только образец номер два, который был как раз и передан в музей Кубинки. Эта машина является ампифиозом концепции танкопредельных параметров, которой придерживался один из самых известных конструкторов тяжёлых танков — Николай Шашмурин, который также работал над тяжёлыми машинами. При максимально небольших размерах иметь максимальную защиту и иметь максимальное вооружение. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова